Я, наверное, всех разочарую, если я скажу, что я не являюсь посвященным в 79-м каком-то поколении. У королей были шуты, а скоморохи были на Руси. То есть скоморохи именно с Руси связаны, правильно? Да. Скоморохи – это хранители народной традиции. Откуда у тебя эти знания? Потому что предки-то жили много веков назад. Что творится у меня в душе? Что творится в моем роду, в моей семье? Вот это очень важно. Как ты думаешь, почему люди пугаются традицией? Считают, что это там секта какая-нибудь, или вот они язычники, жертвы приносят? Представляете, ну как-то люди не пьют и вот поют часами. Как это такое? Люди солнышку радуются, веселяются и воспитывают своих детей здоровыми. Это так странно, правда? Это так странно отдыхать не на Мальдивах, а заниматься стенокосом. Это так чудно! Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Алексей Дюжев. И сегодня я общаюсь с Владимиром Егоровым. Его творческое имя – Кот Баюн. Я расскажу вам с помощью Володи, что он же человек, о его творческой жизни, о его многообразии, потому что многое говорят о нем. Что он и сказочный персонаж, и волшебник, и живет он в волшебном месте, и знает, что такое веселье, и как сделать человека счастливым и веселым. Что такое скоморожество, чем скоморожество отличается от шутовства. В общем, Володя сам все о себе расскажет, а я буду ему в этом помогать, направлять беседу. Итак, здравствуй, Володя! Здравия! Расскажи, пожалуйста, кто же ты все-таки есть, где ты родился, откуда род твой пошел? Я Егоров Владимир Юрьевич, сын отца своего и матери своей, Светлана Дмитриевна, которая родила меня в славном городе Бомбее, который ночь называется Мумбай, то есть в Индии. То есть в моей жизни скоморожество с самого рождения. То есть так получилось, что папа работал по линии внешторга именно в Индии, по текстильной промышленности. И вот мама, когда еще вынашивала меня, она посещала самые древние храмы Шивы, она посещала храмы Аджанты и Лоры, такие святыни. И, видимо, на подсознательном уровне, вот это мое соседство с Болливудом с первых дней жизни, на простом таком Мэрин Драйв, такой-то рядом с океаном, место в Бомбее очень милое, повлияло, что скоморох я вот с самого начала, я даже помню, что в 6 лет я сделал свой первый спектакль, как сейчас помню, кукольный спектакль «Солнышко», и он состоялся у нас на детской площадке рядом с моим домом. Поэтому сколько себя помню, столько скоморошу. То есть вот у меня такая линия, она прослеживается вот от детского театра до культурного человека в комитете МЛКСМ, и потом уже институт, это агитбригада. И вот раннее знакомство с основателем нашего поселения, с дочкой Ольгой Александровной, мы вместе учились в одной школе, оно как-то меня очень рано, еще в конце 70-х, 80-х годы, приобщило к тому, что мир – это удивительная совершенно кладезь, это единый живой организм, и мы являемся наследниками древней традиции. Поэтому скоморох – это уже мое такое кредо в легкой, веселой форме рассказывать об очень серьезных вещах. А что такое скоморожство? Чем оно отличается от шутовства? Потому что у королей были шуты, а скоморохи были на Руси, то есть скоморохи именно с Руси связаны, правильно? Да, да. Почему в других местах нет скоморохов? Ну, это вот тоже отличие, чем отличается русско-народная сказка от диснеевской заманухи, да? То есть у наше скоморожество – это корневая традиция передачи знаний. То есть скоморохи с помощью веселья, с помощью гуслярного лада, с помощью умения вводить людей в хоровод и в состояние так называемого створаживания сознания, они давали возможность раскрыть сердце, приобщиться к великой мудрости. Они – носители знания. То есть если волхвы – это хранители вот такого мощного знания в полноте своей, скоморохи, они именно ходили с комами, то есть с предками, в том числе и с медведями, посвященными Велесуму, для того, чтобы в праздничные дни народ мог не просто веселиться, а входить в ритм солнечных праздников. Скоморохи – это хранители народной традиции. Такой же, как, скажем, вот в Индии, потому что там очень развит народный театр, которые приходят в деревню и так вот на недельке-две рассказывают о сотворении Вишну триллиарды лет тому назад этого мира и таким маленьким периодом, ну, например, в 4 миллиарда лет. И вся деревня это слушает, подпевает радостно. Мы, скоморохи-сказители, я как кот Байон Сказители, мы тоже несем вот эти знания о том, как устроен наш мир, да, как жили наши предки, как нужно славить наших предков. И вот это знание, оно передается из поколения в поколение. Откуда у тебя эти знания? Потому что предки-то жили много веков назад, и вот сейчас достаточно много славянских общин, и иногда они, ну, не стыкуются друг с другом, хотя, казалось бы, должны одну идею принести. Вот конкретно у тебя, откуда вот эти знания, которые ты рассказываешь людям на праздниках, и вообще вот на нашем канале Сказка Табуина, откуда? Я, наверное, всех разочарую, если я скажу, что я не являюсь посвященным в 79-м каком-то поколении, и что мы все прилетели. Нет, я потомственный родовитый, все-таки кот, знаете, это элита планеты Земля среди зверей. Но если говорить серьезно, то давайте говорить серьезно. Вот нужно всегда все вот выделять. Если мы говорим о науке, давайте говорить на научном языке. Если мы говорим о жизни, давайте говорить на житейском языке. Откуда родом я? Из Советского Союза, Союз Советских Социалистических Республик. И, соответственно, родители мои передали, и моя бабушка передали нам все те знания, которые владели в Советском Союзе. И здесь просто есть ниточки, которые связуют через бабушкину именно линию меня с древним родом Бутурлиных, которым она принадлежала. И явно, что там когда-то были сказители, потому что бабушка, когда пела, начинало выходить солнышко. И я этому бабушке учился, ее жизнелюбию, ее жизнеутверждению. Вот она, собственно говоря, меня за руку в музыкальную школу водила, потому что это очень важно в советское время было не бросить музыкальную школу, а отучиться. Но этого уже достаточно, чтобы потом владеть игрой на инструменте в полном объеме. Поэтому это родовое знание. Плюс, когда уже нас Ольга Александровна объединила вот в Колосвет, на земле, на своей земле, мы совершали этнографические экспедиции, много изучали, встречались с хранителями традиций. И вот так вот по крупицам, по крупицам в моей жизни она очень радостна тем, что вот эти крупицы, они вот в такой вот кошель, вот все складывались, и поэтому не есть что передать. Потому что это знание живое. Понимаете, что такое настоящее веда? Это не просто то, что прописано в книге. Это те строки, которые стали твоим опытом через твое сердце. Когда ты можешь своей жизнью, своим делом, своим деланьем продемонстрировать человеку, вот так мощно жили наши предки. Не декларировать, не пропагандировать. Это все не работает. Мировоззрение – это стержень. Стержень куется в обряде. Собственно, на земле, вот в колосвете это стало возможным. Скажи подробнее про колосвет, что место, где мы находимся, как оно создавалось, что оно сейчас из себя представляет, и те люди, которые живут рядом с тобой на этой земле. Ну, колосвет для меня – это просто все, потому что я часть колосвета, и колосвет во мне, и я в колосвете. То есть это, конечно, удивительное место, куда привела судьба. Колосвет расположен в истоках Москвы и реки. Это само по себе очень мощное место, и всему есть подтверждение у ученых. Здесь разлом геомагнитная такая, аномалия положительная, и мы сами видим, как вот нас вот облака вот просто вот так вот обходят, если нужна хорошая погода на праздник. Здесь дух мощный, здесь идет сила и из глубин земли, как называли наши предки, от ночного солнца и от дневного солнца, и его сестер, то есть от звезд также идет мощная сила, весь, и она соединяется в сердце, и она соединяется в полотне нашей жизни, потому что мы сюда переехали уже на постоянку, что называется, в 90-е годы. Здесь мы взяли с помощью Ольги Александровны вот землю под крестьянское фермерское хозяйство и стали жить на земле. То есть вместо того, чтобы быть челноками, осваивать, как это сейчас слово, такой бизнес, да, мы стали осваивать крестьянский труд, и здесь же оно совершенно из глубин пошло желание и потребность мощной общаться с землей. А как это можно? Только через народную традицию. Потому что жизнь на земле, она фальши не выносит. Здесь мы все вот открыты, и поэтому, если человек смелый, если человек умелый, если он знает, что здесь нельзя лениться, нужно трудиться, то земля всегда помогает. И вот таким образом здесь наше содружество, наше сообщество сформировалось и живет с конца 70-х годов. Ты был преподавателем? Да. Расскажи о том, на этой части. Я был преподавателем уникального совершенно института, Московский лесотехнический институт. Мы его называли Московский литературно-театральный институт, потому что из него даже вышли профессиональные театры. А наша агитка трансформировалась в театр народных вот таких праздников, в Суреницу. То есть, собственно, помимо основных предметов, мы активно очень интересовались жизнью. В Листехе у нас проводились фестивали, театральная жизнь бурлила. Это первое место, куда приехали картины Константина Васильева, они были именно у нас. И именно там мы в своей молодости создали свою редакцию газеты, многотиражные газеты за инженерные кадры, назвав ее «Вестником МЛТИ». И там писали свои первые стихи, притчи, ездили по научным конференцам. И это было такое мощное, бурное основание колосвета. Постепенно из преподавателей экономики я превратился в преподавателя кафедры культуры. И там уже преподавал силу в завете предков, которую в 90-е годы собирало просто на подоконниках до 200 человек. Это было очень здорово. И основатель нашего суроварга Олег Еремеев, он как раз тогда сотворил такую прекрасную научную работу по славянской рунике 90-е годы. Просуроварг. Обрядовый хор. Живо возродится, лето возродится, Живо возродится, летеница. Небо прояснится, припитай в сердце. Небо прояснится, солнце явится. Вы поете удивительные, как это правильно сказать, песни, руны. И вообще, чем руны отличаются от песен, пожалуйста, расскажи. Как родился суроварг? Вот это основная идея. Потому что каждое выступление, это еще такое мини-лекция такая. Перед каждой вот этой руной идет выступление словами, а потом уже сама руна. То есть люди просто погружаются в какую-то вот такую большую лекцию, да, какое-то представление уже идет. Суроварг родился здесь, в Колосвете. И, конечно же, мы творим новые руны. А часть наших рун – это то, что мы взяли из традиции, потому что северная традиция говорит, что руна – это смысл, сжатый до правды. С помощью рун передается знание, то есть передается самое главное – мировоззрение, единого живого организма, вот как поется в руне про мировое древо, в корнях которого живут змеи мидные, в ветвях поют птицы ирские. То есть эти образы, древнейшие образы, которые являются основанием нашей культуры, вот они заложены в рунах. То есть руна от просто песни отличается тем, что она несет колоссальный, мощный смысл, который входит в сознание и творит в этом сознании солнечный свет. Естественно, когда мы живем на Земле, мы напитываемся этой силой, поэтому мы сами творим эти руны, они рождаются, потому что все руны и все песни самые народные, они тоже не прилетели из космоса по смс-кам космическим. Они были рождены сердцем людей. Но потом, что такое народная песня? Ее везде поют, она как бы немножечко отходит от первоначального варианта, такой усредняется какой-то вариант. Но все равно какую-то, возьмите песню, например, там про Волгу, русскую народную, у нее 20-25 вариантов, как ее поют в разных губерниях. Но основа, конечно, одна. Вот суроварк родился здесь. Поначалу мы пили там, где нельзя петь, то есть это баня, это мороз, и сейчас мы продолжаем. Например, последнее выступление было, должны были стоять перед микрофонами, но так получилось, что опять не было микрофонов. Как говорится, нет? Ничего страшного, да? Ничего страшного. Мы обласканно, мы в Кремлевском дворце выступали, в Театре Российской армии, в Театре Российской эстрады, на Красной площади три раза. Дело в том, что любое наше выступление, это служба, это служение. И не важно, нас слушает два человека или несколько тысяч. Мы несем вот этот свет, и для нас это очень важно, и это тоже большая часть нашей такой совместной жизни. Как вы попали в Кремлевский дворец? Из деревни, в Каласвете, хор, который пел в банях, в полях. Ситуация просто фантастическая. Это было очень забавно. Это как раз продолжение моего скоморошества. Мне звонит друг, у которого коллектив «Чукотка» и спрашивает, тут нужно помочь, требуется этнический коллектив, нужно выйти на сцену и спеть. С Максимом. Я говорю, а он что поет? Он говорит, это, во-первых, не он, а она. А какой, говорю, концерт? Концерт «Послезавтра» – это правительственный концерт, посвященный дню тогда еще милиции. То есть присутствуем президента, премьер-министра и 200 действующих генералов. Кремлевский дворец. Я звоню нашим в деревню Олег. Олег как раз работает на земле, работает с землей. Я говорю, ну что? Он говорит, ну что, давай приколемся. И вот мы прикололись, мы реально приехали. Это была очень такая милая песня, там тоже про солнышко пелось. Марина, она как-то сразу оценила, что мы большие профессионалы, а мы так, ну что, мы одеты по-деревенски, мы туда зашли. Я волосы распустил, Розенбаум говорит, о, говорит, привет. Я говорю, привет, привет. Наташка, смотрю, Олегова бежит, она тоже, ой, здоровая. Я говорю, да, я говорю, Наташа, просто нас путают, видимо, с кем-то нас путают. Ну, просто так принято на концертах больших здороваться со всеми. Ну, мало ли, может, мы восходящие звезды. Вот, но это был очень хороший опыт, это было очень забавно, потому что на таком потом фуршете правительственном оказался генерал, который являлся мужем наше начальнице по культуре. И он сказал, что обсуждали в основном суреницу, потому что мы настолько выделили, говорит, а это, говорит, были кто? А мы вышли в народных, вот в этих костюмах, и он так гордо сказал, это наши, это наши ребята, но мы в те времена были как коллектив самодеятельный центрального округа города Москвы. Поэтому у нас много вот было выступлений и сольных, и мы выступали как Сура Варкса, огромный такой, аутентичной программе Московском Международном Доме Музыки, скажем. То есть жизнь нам давала возможность опробовать себя на разных площадках, но самое главное то, что мы всегда то, что есть мы. Мы вот, мы всегда мы. Мы суроварка, это руны, это сила, идущая от корней, и солнышком нам даруем ее. Продолжаем раскрывать в грани твоей личности Русский Лад. Созидательное движение Русский Лад, которое как-то связано с КПРФ, политической партией. Да? Ты коммунист... Я уже напрягаюсь. Ты коммунист или не коммунист? Потому что я в интернете смотрел, там всякое разное пишут. Так, ты знаешь, что на стене тоже пишут и всякое разное. Вот, я хочу сказать, что я совершенно не стесняюсь сказать, что когда я был в Московском Лироскопическом институте, я был зам по идеологии в комитете в ЛКСМ и занимался идеологией при парткоме. Я был коммунистом. Но... А сейчас? А сейчас нет. Потому что та партия, она ликвидировалась, а уже членом КПРФ я не являюсь. Потому что я, ну, в этом смысле беспартийные. Ну, тем более, котов в партии не берут. Понимаешь? Ну, как я? Туда приду? Я же кот, сказочный герой. Русский лад. Он патронируется Ненали Андреевичем Зугановым и КПРФ. Естественно, это так. Но это движение созидательное, в которое может войти любой человек, независимо от его политической принадлежности. Потому что самое главное в русском ладе это сохранение нашего родного мировоззрения. Русские по мысли, в первую очередь, по духу. Русский лад — это умение жить в ладу со всей Вселенной. Это продолжение идеи русского космизма. То есть нам очень импонирует русский лад. И Ольга Александровна является членом именно и Высшего совета русского лада. А мы с Олегом являемся членами экспертного совета и также входим в координационный совет. Конечно, мы проводим, как это правильно сказать, большую работу на федеральном уровне. Потому что русский лад по всей стране в том году мы открыли с Ольгой Александровной представительство русского лада на Камчатке. Поэтому русский лад он основан удивительными людьми. Это Чета Тарасовых, Борис Васильевич, генерал, и Валентина Прохоровна, которые как раз ведет всю большую работу и просто является душой русского лада. И мы счастливы работать с такими людьми, потому что русский лад вокруг себя собирает очень талантливых, созидательных людей, которые ведут подвижнический образ жизни. Это нам близко. Зигуанов тебя знает лично? Да. Да? Конечно. Вы с ним общались? Общались. Геннадий Андреевич очень открытый человек, и перед каждым праздником мы общались, мы его и поздравляли его с днем рождения. Конечно, он любит петь суроваргом руны. Это замечательно, удивительный человек. Не воспримите это как какой-то... Сейчас вроде никто никуда не избирается, но, как говорил мой замечательный... Ну, великий человек, большой мой друг Михаил Николаевич Задор он говорит, плохой человек не будет вставать пять часов поливать цветы. Ну, это вот Геннадий Андреевич. Он и с пчелами дружит, и цветы поливает, и внуков растет. Это очень добрый, хороший человек. Давай теперь снова о тебе. Как ты сказал, створаживать сознание или ум? Задача скомарок створаживать сознание. Что это такое? Это размягчать сознание, потому что я имею в виду то, что люди находятся в очень закоренелых таких страхах, каких-то установках. Я имею здесь в виду не духовно-нравственной стержень, как основу, а именно нельзя, чтобы человек летал, нельзя, чтобы человек общался с природой, общался с солнцем. Я имею в виду то, что человек костенеет в каком-то открытии себя к постоянному творчеству внутри себя. То есть очень легко осуждать кого-то другого. очень тяжело найти, как говорится, бревно вынуть из своего глаза, потому что мы соринки очень хорошо у всех чужих видим. Скоморухи как раз это такая того времени, скажем, правильная психотерапия. То есть это именно погружение человека в традицию. А в традиции, как нам сказали ученые, уже когда люди живут в традиции, у них нету такого количества психических заболеваний, которые мы наблюдаем сейчас. У них нету среди молодежи такого суцидального синдрома, который мы наблюдаем сейчас. Традиция, она оберегает современном обществе. Твоя связь с природой, со стихиями? Она прямая. Я же кот. Ты, я сам видел, как ты бегал по углям с бубном. Ну и что? Это может каждый человек. Каждый человек? Да. Как у тебя это получается? Это просто нужно, ну, просто сворожить сознание. Вот в Болгарии там, когда они выступают на углях, потом они берут за руки и просто говорят, верь в меня, не бойся огня, и пошли. Вот и все. То есть, надо просто не бояться огня, верить в себя. И человек, ведь он даже, это же известно, он тонет. От чего человек? От страха. Он очень долго может подержаться даже в очень холодной воде. Человек говорят, ну, я сам не знаю, конечно, почему разбивается, он умирает тоже от страха. То есть, у человека страх занимает половину жизни и забирает, наверное, столько же. Вот именно умение жить смело, то есть, смело говорить себе правду о самом себе, это самое тяжелое, наверное, в жизни, идти смело в преодоление той безвкусицы, которая окружает, и не сидеть на кухне, говорить, ах, ах, что ж там творится, вот где-то чего-то. Что творится у меня в душе, что творится в моем роду, в моей семье. Вот это очень важно, и этому как раз способствует родная традиция. Раззадача праздников. Ой, ниточка тоненькая, смотави лица зелененькая. То есть, смотри, внешне это все выглядит, как будто люди просто приехали повеселиться, там время провести, выходные. А что внутри? Внутри праздника, в первую очередь, это вхождение вот в этот солнечный ритм. То есть, праздник помогает оздоравливать вообще весь народ, потому что он начинает жизнь по природным ритмам и по солнечным ритмам и по космическим ритмам. Значит, он входит в резонанс. Соответственно, он становится единым с этим миром, который весь дышит радостью и светом. А как происходит вот это вот как раз? Ну как? Как? Вот очень просто все происходит. Люди просто бегают, танцуют. Ну какой просто бегают, танцуют? Вот у нас везде идут облака, идет дождь. Мы начинаем водить хороводы, проверены тысячу раз. Выглядывает солнце. Почему? Потому что мы создаем образ солнца. Мы своими сердцами начинаем светиться. И солнышко радуется. Здесь вот я могу только говорить как кот Баюн. Дело в том, что мы живем в волшебном мире и связаны с берегинями этого мира, с лешем, с домовым. Это очень серьезно. Это сверх просто научно. И нужно именно открываться, общаться с хранителями нашего мира, именно с волшебством этого мира и жить в сказке. И тогда праздник, он становится сказкой. То есть само по себе открываются те ключи, которые необходимы. Это возможно только прочувствовать. Вот когда ты приезжаешь на праздник, сам попадаешь в этот круговорот и только тогда ты начинаешь чувствовать. Это же известно. Запах розы можно только почувствовать. Его нельзя сжить из кубиков. В свое время даже исследовали из чего состоит роза. Все взяли компоненты, составили, получили запах паленой резины. Понимаете, мы никогда не можем объяснить человеку, если у него нет обаяния, что такое запах розы. Не объясним. Если человек слепой, он не видит, что светит солнце и он не понимает сердцем, что нужно почитать отца и мать, что нужно продолжать свою традицию, мы ему ничего не внушим. А традиция, она именно в чем сильна? Она снимает путы морока. Она снимает вот этот социальный гипноз, когда человеку кажется, что он винтик в большом таком механизме сейчас общества потребления, поэтому нужно потреблять, ходить в интернет и так далее, и тому подобное. А самое большое счастье это жизнь. Вот посмотреть под ноги и вот увидеть, сколько там муравьишек пользуют. Вот просто всем советую заняться изучением муравьев. Это удивительно, как они здорово живут. Вот есть у кого учиться? У муравьев, у дельфинов. Потому что люди, они вот отошли от скоморохов, они стали такими серьезными, они изобретают сейчас искусственный интеллект. Поэтому, конечно, я так считаю, что традиция возвращает к природному миропониманию, и это очень важно. И вот вы знаете, что удивительно, ну как можно это придумать? То, что написано в лесовой книге, оно совпадает с другими артефактами, и придумать это нельзя. То есть там воспевается, например, 72 там малых три глава, а вот в древнем календаре могут что-то 72 пяточки. И это придумать нельзя. И самое интересное, что как бы размыкание времени происходит через огонь, огненный переход. А в лесовой книге говорится «Исимаргл, бог огнекудрый». И таких можно приводить примеров очень много. Самое главное, это вот у нас будет в программе Клёсов, то есть ДНК-генеалогия, которая доказала все, что написано в лесовой книге, это придумать нельзя. Поэтому вот, наверное, традиция и скоморожья, и полховская традиция, это то, что не придумано, это то, что есть. Это жизнь, это сама жизнь. То есть ведическое мировоззрение, веданье, это жизнеутверждение, жизнепонимание, и это то, как оно есть. Это, наверное, огромная, я бы так сказал, именно наука, но, наверное, наука будущего. То, что нам оставили предки. То есть воспринимать мир как сферу, со всех сторон. Как Вернадский учил, познавать мир не только с помощью формул, но познавать его с помощью чувств, с помощью звуков. То есть объемное мышление. И этим нужно только жить. То есть нельзя на праздник одеть рубаху, выйти поплясать, и потом идти смотреть телевизор. Это будет клюква. Это мы все уже видели. То есть это хорошо все, да, вот, когда даже люди просто стремятся, да, вот к народной культуре, и пусть это такая, немножко имеет какой-то оттенок клюковки, как мы любим говорить, то есть это слово, не хочу употреблять его в слое, то есть такое эстрадное, но в плохом смысле этого слова. Но в хорошем смысле традиции нужна жизнь. Минимум человек должен прожить 20 лет в традиции, чтобы что-то начать передавать. Вот нам уже 30 лет, мы уже действительно, мы живем в этом, мы можем начинать что-то передавать. Это должно быть стать нашей частью, нашей жизни и нашего опыта. Это мировоззрение. Это мировоззрение, это очень важно. А сколько тебе лет? 53. Ты женат? Да. У тебя есть ребенок? Да. Ну, а молодо выглядишь? А, у нас младильные ягоды. Причем, нет, ну, во-первых, мы в свое время, когда пришли сюда, здесь наши основатели очень хорошо сказали. Они повторили фразу, в то время руководительница Международного Совета Женщина, она сказала так, все дети планеты наши дети. Вот в традиции вот все наши дети это все наши дети. Здесь на самом деле это очень глубоко надо понимать. Если мы унесем традицию, в первую очередь мы должны вот ее подарить нашим детям для того, чтобы защитить их в этом мире, для того, чтобы они смогли сохранить стержень вот этого мировоззрения, чтобы он у них сформировался и чтобы они прошли жизнь мощными. Я вижу те наши дети, которые вот здесь у нас, потому что все дети, которые вообще нет, это все наши дети. Ну как тут будешь разделять родные, там не родные, все родные. Вот наша Аленка маленькая была когда-то, вот она выросла в этой традиции. Я вижу, сейчас она через Инстаграм собирает уже десятки людей, потому что она уже начинает ее нести, она впитала это. Это очень мощно. Это может быть в ваших детях не сразу проявится. Не надо вот там сразу кричать, что они ходят, девушки в штанах и обрезают все волосы. Дело в сути, не в этом. Они потом оденут сарафаны и они наденут кокошники. Дело не в этом. А парни возьмут в руки топоры и начнут рубить дома. Важно, чтобы это зерно упало и проросло. И тогда у нас будет действительно Дубрава. Как ты думаешь, почему люди пугаются традицией? Считают, что это сектор какая-нибудь или вот они язычники жертвы приносят? Но дело в том, что людей нужно очень любить. Люди же очень напуганы. И если что-то вот не так, потому что в основном свои в масти люди стараются просто смотреть только себе под ноги и жить только в том, что происходит так скажем, социальными проблемами. Если человек... Я понимаю, что это все очень важно, но здесь получается, что слово... Вот это ты не поверишь. Мы недавно проводили свадьбу. Теперь серьезное выражение лица убрали на весь день. Карман. Все. Чтобы я не видел вот этих серьезных выражений лиц. И нам молодежь знаешь, что сказала? Мы так рады присутствовать на таком неординарном мероприятии. То есть свадьба русская народная с народными костюмами это неординарное мероприятие. Традиция, обычаи, это обычный ряд. Это то, что обычно. Неординарное. Это когда у человека с синие волосы и он, например, одет как-то неординарно, понимаете? Ну, не знаю, там, с какими-то, ну... С датухами. Там я не хочу ничего вот говорить и каждый... Это выбор каждого. Но вот это вот это забавно, что обычная русская народная песня это уже что-то неординарное. А все неординарное, оно, конечно, в общественном сознании вызывает напряжение. Представляете, ну, как-то люди не пьют и вот поют часами. Как-то такое. Люди солнышку радуются, веселяются и воспитывают своих детей здоровыми. Это так странно, правда, это так странно. Отдыхать не на Мальдивах, а заниматься сенокосом. Это так чудно. Ой, вообще, читать книги... И в жизни не жалуются. Да, читать книги, а не сидеть в интернете. Это очень странно. Про детей. Я знаю, что ты готовишь курс в интернете. В интернете, к счастью, не все плохо. Можно потерпнуть и полезную информацию и дотянуться с помощью вот этой сети до осознанных людей. Ты готовишь курс по воспитанию детей, их родителей. Да, вот именно... Именно по... Да, то есть позиции традиции... То, что может традиция подарить нам в сегодняшнем современном мире. То есть, к нам обращаются десятки, сотни людей. У всех есть какие-то проблемы, да, ну или, как говорится, ненько хорошо. Задачи, которые нужно решить. Их очень много, действительно, в сегодняшнем мире. Нужно уметь оберечь свой свет, сохранить свое пространство, свой ладный настрой. Вот именно по тем, тому, что дает народная традиция, вот будет наш курс, который покажет, какие сказки нужно читать детям, какие песни петь, чего нужно опасаться в каких-то символах, потому что мы в 90-е годы уже сделали мощную работу о влиянии на психоэмоциональный потенциал подрастающего поколения образно-информационных структур. Это очень серьезная работа большого такого коллектива, где собрались специалисты разных специальностей. Такой мультипрофессиональный был коллектив. И, конечно, там основной вывод был, что нужно нести традицию, нужно сохранять традицию. И за это время мы накопили большие наработки. Как с помощью игр можно раскрывать ребенке лучше, какие должны быть игрушки и так далее. это большая радость, что мы сможем через интернет общаться со всеми людьми. Вот у нас недавно приезжала женщина из Испании. Ну, что делать? Ну, вот нужно нам русские песни на тонарифу петь. А что делать? Кому легко? В этом курсе будут и песни. И будут песни, конечно, и руны, и сказы. И как играть с детьми. И как самое главное воспитать ребенке вот этот стержень мировоззренческий, который позволяет в нем пробудить радость к познанию окружающего мира. Когда весь мир для него, процесс познания будет большой радостью. Мы укажем ссылочки в описании к видео, по которым можно будет перейти и подробно ознакомиться с курсом. Он сейчас только готовится. В общем, как сделаем, можно будет его изучить и уже приобрести. Да? Да. Что ты еще сам хотел добавить? Есть ли какие-то еще твоя грань жизни какая-то, которой я не уделю внимания? Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы большее количество людей узнали о нас и приобщились вот именно к тем знаниям, которые мы здесь имеем. К тому огромному опыту именно продолжательницы философской школы русского космизма, нашей основательницы Ольги Александровны Торопова, которые, ну, здесь мы ведем и семинары, чтобы они просто приобщились, потому что я чувствую такую вот радость от того, что мы имеем, это вот такое сокровище, если я буду вам рассказывать про нашу жизнь, вы просто не поверите, потому что это будет РЕН-ТВ или НТВ, то есть у нас столько волшебства в нашей жизни и знания такие мощные, огромные, которыми мы рады делиться, что мне бы просто вот хотелось сказать всем, что все очень просто в этом мире, лишь открывай глаза пошире, и добро пожаловать в Колосвет, мы всегда рады. На этом мы закончим нашу программу, будут еще впереди много выпусков, которые будут рассказывать более подробно о традиции, о культуре, об играх, музыке и всему прочему, все это по ссылке в описании, сказы Кота Баюна, подписывайтесь на канал Володи Егорова, Алексей Дюжев и Яромир беседовал с этим удивительным человеком, всего вам доброго, здоровья и счастье. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok